Температура воздуха примерно 15 градусов мороза, а небольшая река Калокша, впадающая в Волгу, не замерзает. А все потому, что работают насосы, забирают воду для снежных пушек, которые по несколько часов в день генерируют покрытие для трассы в Демино. Комплекс перешел реконструкцию, спортсмены и тренеры счастливы. Мы очень довольны. К нам сейчас будут приезжать уже заявки от команды региональных других регионов. И юниорская сборная хотела приехать потренироваться. Ну, в общем, Демино живет и будет жить. Теперь не только за счет лыжников. В Демино появился биатлонный комплекс, соответствующий всем мировым стандартам. Ну, а первый шаг к большому биатлону в Демино уже сделан. Стрельбище построено. Здесь ровно 30 мишеней. Каждое место для стрельбы уже пронумеровано. Единственное, пока не хватает ковриков. Стрельбище оборудовали пуленепробиваемой стенкой. Здесь могут соревноваться паралимпийцы и арчери-биатлонисты. В ходе большой реконструкции появилось и место для хранения оружия. Претерпела изменения и сама трасса. Она стала длиннее на 420 метров. 4 километра и 120 метров. А новое освещение позволит заниматься спортом хоть 24 часа. Качество проделанных работ проверила комиссия госстройнадзора области. Смотрели, все ли соответствует проекту. В каждом объекте не без вопросов, но в целом выполненные работы проекту соответствуют. Если замечаний не будет, то техническая часть занимает неделю-две. После объект будет сдан в эксплуатацию. Первые серьезные соревнования должны пройти уже в году предстоящем. Открытое первенство области по биатлону. А перед этим стрельбище оценят представители Союза биатлонистов России. Дмитрий Жданюк, Антон Комаров. День в событиях.